Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Пикудей, первый день весны. Вы знаете, как существует этот мир, пишут наши мудрецы? Бог дает энергию для этого мира. Эта энергия распространяется по миру, воспринимается нами, и нам дано человеку великая сила эту энергию перераспределять. Мы можем ее сделать энергией созидания, мы можем ее сделать энергией любви, мы можем ее сделать энергией разрушения и убийства. Это все в наших руках. Сотворив человека, как существо с моральной ответственностью, богоподобное существо в чем-то, потому что по образу и подобию создан человек, Бог сделал его абсолютно свободным с точки зрения его принятия решений. Бог пошел на риск, уважая человеческую, Бога данную независимость. Но он сказал, ну теперь ты, человек, несешь ответственность до такой степени, до какой ты свободен, а ты свободен. И мы с вами несем ответственность за все, что происходит в этом мире, потому что именно мы заблудились. Адам, первый человек на земле, был не просто единственным человеком. Он был каждым из нас. И вот кто бы сегодня кем ни был, белый, черный, зеленый, коричневый, там француз, китаец, еврей, англичанин, он должен понять, что все произошли по образу и подобию одного единственного человека, Адама. И все, каждый раз, когда мы стреляем, когда мы убиваем, мы в принципе убиваем себя. Знаете, во время Второй мировой войны и ужасов Холокоста был такой Виктор Франкл. Он еврей, провел с 42 по 45 год в концлагерях, боролся, старался помогать другим, выдающийся психиатр. Он прошел четыре концлагеря, включая самые страшные, Освенцем и Дахау. И в невероятно тяжелой обстановке он разработал методику. И философия Франкла, она отображена в высказывании Ницше. У кого есть зачем, тот выдержит любое как. Вот человек все время должен думать о какой-то цели, говорил он. После освобождения Франк написал книгу «Сказать жизни да». И под заголовок такой «Психолог в концлагере». Все эти дни он думал о том, как расскажет миру о случившемся, как он попытается высказать свои мысли. Он верил, что мир изменится и никогда больше такого не будет уже. И вот он там много вещей написал, но я вот процитирую некоторые из тех, что он пришел в концлагеря. Первое – это на вопросы нужно отвечать максимально правдиво, обходя стороной то, о чем тебя не спрашивают. Второе – это множественный опыт попыток восстановить человека показал, что это возможно только при наличии у человека какой-то цели в будущем. То есть у человека, если есть цель, он будет стараться выдержать все испытания в пути. Третье – счастье заключается в том, что самое плохое с тобой не произошло. Вдумайтесь в это вымученное решение человека. Следующее. Сейчас, подождите. Так, любовь является тем конечным и высшим, что способно оправдать существование человека, возвысить и укрепить его. Освобождение проходит через любовь. Человек, лишенный этого, никогда не сможет освободиться. Так же, как каждый человек уникален, так уникален смысл жизни каждого человека. И даже, когда нам кажется, что у нас смысла в жизни нет, это не так. Те, кто находятся на земле, имеют смысл существования. То, что делает человек в своем труде, в любви, в жизни, неповторимым. Когда человек осознает свою незаменимость, когда у него появляется ответственность за свою жизнь, за то, чтобы прожить ее правильно. Человек, понимающий свою ответственность за другого человека, за землю, за дело, никогда не добровольно не уйдет из жизни. Человек, который знает, зачем живет, найдет в себе ресурсы, практически испытания пройдет любые как. Самые тяжелые испытания придают человеку силу внутренне возвыситься над собой. Это сказал человек, прошедший четыре концлагеря. Допуская, что жизнь имеет смысл, следует допустить, что страдания также имеют смысл, потому что они являются частью жизни. Вы понимаете, что происходит? Все несчастья человечества, включая гибели миллионов людей, были предопределены масштабом отрицательной деятельности человека. Так выразилась эта деятельность. Так наши дела в этом мире. Нам была дана абсолютная свобода, абсолютно чистая энергия. Мы эту энергию превратили в энергию разрушения. Мы внесли в мир хаос и дезорганизацию. Поэтому нам сейчас надо это исправлять. Через тору, через уроки, через молитву. Нет других путей. Кто-то считает, что он возьмет автомат больше, чем у другого, и победит. Так не получается в этом мире. Сработала идея Дарвина. Она очень простая. Живи как хочешь, ничего нет. Ответа нет, ничего нет. Могила за могилой, ничего. Гуляй. Есть только два пути. Или Бог есть, или Бога нет. Если Бога нет, то тогда все так и есть. А если Бог есть, то Он вынужден подправлять это все в самые сложные моменты. Написано, что дорогу к краю прекращают вращающиеся мечи. Эти мечи направляют людей на дорогу жизни, когда они идут дорогой убийств этой жизни. Наверное, мы с вами все-таки в нашем разрушении, в нашем построении мира, мира, в котором нет ответственности, миром, в котором, если хотите, нет Бога. Он только ритуальный такой. Наверное, мы произвели такие разрушения, которые вылились в то, что происходит. Дай Бог, чтобы мы все это поняли, и чтобы мир начал исправляться, а Бог нас помиловал. Потому что мы не ведали, что творили. И сегодня все больше людей понимает, что не ведали, что творили. Пусть будет мир, пусть будет все хорошо. Браха, вы от слаха.